МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Прикаме отмечен рост в сегменте потребительского кредитования. РБК Новости Прикаме. Рустам Багизов, здравствуйте. Руководство Пермского свинокомплекса и налоговая служба договорились подписать мировое соглашение. Его детали группа Синергия и УФНС обсудили сегодня в рамках арбитражного процесса, сообщил РБК гендиректор компании. По словам Александра Печорского, они предложили налоговым органам увеличить срок погашения задолженности до трех лет. Представители УФНС согласились на это в случае увеличения компании залогового объема. В итоге мировое соглашение будет заключено в суде 1 августа. На данный момент стороны договорились о двухлетней рассрочке платежа. Ежемесячный составляет 21 миллион рублей. Общая же задолженность группы компании перед УФНС составляет на сегодня 172 миллиона. В результате рассмотрения нам сказали, что готовы рассматривать расстройку. Нам предложили добавить объем гарантии, объем залогов под данное мировое соглашение, что для нас не очень-то и критично. Сейчас рассматриваем вопрос обеспечения данных дел. Глава Синергии также уточнил, что сейчас пермские активы группы вышли на безубыточность и входят в режим стабильного погашения всех задолженностей. Группа компании готова активизировать процесс переговоров и с ресурсоснабжающими организациями. Сегодня из-за задолженности «Газпром» Межрегион Газперм ограничил подачу газа на производство свинокомплекса «Пермский». Ранее на это же предприятие ограничил подачу и «Пермэнергосбыт». Тот же день, правда, восстановил. На этой неделе энергетики подали заявление о признании пермского свинокомплекса банкротом. Известно, что сейчас в Перми находится заместитель генерального директора по правовым вопросам Синергии, который ведет переговоры о рассрочке платежей со всеми кредиторами компании. Два раза больше инвесторов заявились на второе мероприятие в венчурной площадке «Разведка боем». В этот раз событие поменяло формат и перешло на новый уровень. Вторая «Разведка боем» продлится два дня. Первый – «Пичмарафон». Во второй день проекты смогут принять участие в так называемой экспертной трубе и пообщаться с инвесторами и экспертами лично. Организаторы намерены сделать так, чтобы большая часть стартапов и предпринимателей дошло до стадии переговоров. В этот раз 30% проектов будет представлено в сфере IT, 5% – стартапов в медицинской тематике, 4% – из креативной сферы и несколько – из экологии и промышленности. Точные названия организаторы не раскрывают, объясняя это новым форматом марафона. Название проектов мы не раскрываем, так как данная «Разведка боем» будет представлена как шоу. То есть ни инвесторы, ни проекты не знают о том, кто будет соревноваться с ними. Я работала с каждым из проектов. Они все доработаны для того, чтобы сэкономить время инвесторов. Мы отсеяли те, которые не очень соответствуют инвестиционной направленности. «Разведка боем» традиционно состоится в Горьковской библиотеке. Старт в 10 часов. На каждый проект отведено около 10 минут. Предварительно 3 минуты на выступление стартапов. Для того, чтобы рассказать суть проекта и продемонстрировать инвест-привлекательность, 5 минут отводятся на получение обратной связи. В прошлый раз инвесторы оценили 44 проекта, 10 пригнулись инвесторам. В среднем первичные инвестиции в проекты этой площадки могут составить от 200 тысяч до миллиона рублей. За 5 месяцев этого года в Пермском крае средний размер потребительского кредита вырос почти на 10 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. По данным источника, «Прикамень» занимает 26 место в общероссийском рейтинге. Средний размер потребительского кредита вырос почти на 8% и сейчас составляет 133 тысячи рублей. В конце прошлого года он составлял менее 125. Лидером рейтинга стала Москва. Средний размер потреб займа превысил планку в 400 тысяч рублей. Соседняя Свердловская область находится на 11 месте. Динамика почти 9%. Еще одна соседняя Кировская область на 70-й строчке с динамикой чуть более 2,5. Но самый низкий показатель зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. С конца прошлого года в регионе средний размер потреб займа снизился вдвое и составил почти 62 тысяч рублей. В целом в России рост гораздо выше, чем в Прикамье. Почти 18%. Эксперты отмечают, что в целом сегмент потреб кредитов уверенно растет. Как уже ранее сообщал РБК, в этом же сегменте ненамного, но все же снизились показатели и по просрочке. Даже с учетом общего улучшения процедуры управления кредитными рисками, банки находят возможности для наращивания выдачи и увеличения размеров потреб кредитов. Тенденцию может поддержать снижение ставок Центробанка. К концу года она может упасть даже до 7,5%, отмечают эксперты рынка. Далее о погоде смотрите, читайте РБК и до встречи. Каждый понедельник и среду в 19.35 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова